Итак, есть три составляющие, которые удержали еврейский народ от ассимиляции. Это имена, это язык, на котором они говорили еврейский. И теперь к этому добавляется еще третья составляющая, которая называется Завет. И как бы фараон ни старался, что он ни делал, он никак не мог ассимилировать еврейский народ. И теперь Бог говорит, я вспомнил Завет. И настало время совершить то, для чего я вас избрал. И дальше в 19 главе он говорит, итак, если вы будете слушаться Глаза Моего и соблюдать Завет Мой, то будете уделом из всех народов, ибо Моя вся земля. Царством священником вы будете царственным священником и народом святым. Это сказал Бог еврейскому народу. Итак, мы видим, что именно Завет, он отделил Израиль от других племен. До этого момента, Израиль был как все племена. Но цель Бога сделать народ, есть народ один, который должен стать народом пророков и священником, и поселиться в хананской земле. И дальше, те же самые слова, которые Бог сказал Моисею, повторил Петр. Обратившись к людям Нового Завета, он говорит, что вы царственное священство, люди взяты удел. Ныне, раньше не помилованы, а ныне помилованы. Раньше не народ, а ныне народ. Итак, мы видим, что во времена Моисея Завет берет начало от Авраама, потом переходит в Синайское Откровение. Но наш Завет, Завет, который мы заключили с Иешуа, он берет свое начало в Иерусалиме, в Горнице, при Последней Вечере. И Матфея в 26 главе, в 28 стихе говорит, Ибо сия есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая, ва оставление грехов. Пейте ее все. И так, с этого момента, когда ученики выпили чашу крови Иешуа, они вступили в отношении с Иешуа, но также они вступили в отношении с самим собой. Каждый вступил с самим собой. И позже Павел про это скажет, что хлеб, который вы едите, есть тело за вас ломимая. И кровь, которую вы пьете, это кровь Завета моего за вас изливаемая. И съедайте мое воспоминание. И сегодня у нас есть как раз возможность вспомнить, что же представляют собой отношения, которые вступили ученики в Горнице. Что должны делать мы в отношении с друг с другом? Мы должны делать в отношении с друг с другом. Мы должны штофть от роглами, один из друг с другом. Любить друг друга. Леуков один из друг с другом. Назидать друг друга. Левокер, если нужно. Придимать друг друга. Лекабель от остальных, как он. Увешивай друг друга. Летит ему беды. Приветствовать друг друга. Легид слом לכולם. Служить один другому. Неси бремена друг друга. Проявляйте исходитель из друг к другу. Прощай друг друга. Починяться друг другу. Научай друг друга. Утешай друг друга. Ободрять друг друга. Поощрять друг друга к любви и добрым делам. Исповедоваться друг перед другом. Молиться друг за друга. Быть гостеприимными и унижаться друг перед другом. Это обязательство. Это не какая-то прихоть. Это обязательство Нового Завета. Понимаете? И до этого мы читали, если это всегда условия. И таких условий в Новом Завете очень много. И дальше написано, что если вы ходите во свете, подобно как и я во свете, и имеете общение друг с другом, то кровь Иешуа Мессия очищает вас от всякой неправды. Все очень просто. Если мы хотим иметь очищение от грехов, и не только очищение, грех нас атакует через силу, это не только тюр, а также пахнет, он туккет от него. Через нечистоту, и через вину, потому что Иешуа говорит, если вы не хотите быть в таком положении обвиняемым, имейте общение друг с другом. И это свете и обвиняем. И дальше вы помните, что Павел говорит, мне спрашивали, почему мы часто не получаем исцеление? Потому что он говорит, что если мы эту чашу, и этот хлеб, принимаем недостойно, многие из вас болеют, а некоторые даже умирают. И Шаул говорит, что нужно знать, как сделать эту тюру сцелу aceя, вценики от него, потому что если мы не бъем, но не покинем о Боге, и убедем за с uh... то возможно, что их чаш macерам не получат, потому что мы не сделаем это, потому что не делаем это не леб, а вы помните? В серыкабом, в 9 стихе, в 9 стихе, пишет, что я думаю, что я с toxиком успешным, я покажу на меня первая. Пъехал. Эти слова относились к Иуде. И теперь представьте, сколько они ему добавили еще проблем, потому что он еще сделал. Это все включает в себя требования Нового Завета. Вы знаете, что Леон читал, что вместо унылого духа мы получили славные одежды. Чтобы мы могли противостоять дьявольским козням. И конечно, славная одежда включает в себя это ищи твери. Но это также шлем надежды спасения. Надежда это уверенное ожидание добра. И я хочу сказать, что жизнь каждого побила до Бога. Каждый прошел школу жизни сурово, я думаю. Поэтому Иешуа говорит, уважайте друг друга, любите друг друга. Что вот эти требования стали общие, как в первой церкви. Вы помните, у них было все общие. Вот эти требования у них были общие. Они исполняли их. И тогда пришло благословение. И тогда Бог начал прилагать людей к служению. И это то, что мы должны применять по отношению друг к другу. И это то, чем мы должны жить. И это то, чем мы должны жить. Субтитры создавал DimaTorzok